20-я школа оформила хет-трик уже. Третий год подряд ее команда из младшей лиги становится победителем ежегодной краеведческой игры викторины на кубок городского собрания депутатов «Моя магнитка». Конкурс об истории родного города и края проходит в 25-й раз. Основные организаторы – Магнитогорское городское собрание, Управление образования администрации города и Дворец творчества детей и молодежи. Социальный партнер – Магнитогорский металлургический комбинат. Репортаж нашего корреспондента. И о погоде. В нашем городе Магнитогорске есть территория, где всегда солнечно. Здесь живут очень добрые взрослые и дети, которые занимаются правильными, нужными и красивыми вещами. Занимаются спортом, творчеством. Одним словом, развиваются, как и положено детям. Два раза в год, вот уже на протяжении четверти века, здесь в солнечном доме особенно ярко. Здесь проходят финалы младшей и старшей лиг ежегодной краеведческой игры «Моя магнитка», которая проводится на Кубок Магнитогорского городского собрания депутатов. У участников и победителей самой первой викторины «Моя магнитка» уже дети, бывает, закончили школу. Первый раз интеллектуальные состязания на знания родного края состоялись четверть века назад. На правах автора едва ли не десятка репортажей на эту тему замечу. С каждым годом растет как уровень сценического мастерства ребят, так и глубина их познаний в области краеведения. Несмотря на то, что соревнования проходят по устоявшемуся традиционному сценарию, эмоции как у участников, так и у организаторов действия остаются свежими и яркими, а задания усложняются. Впечатление незабываемое, я скажу. Как будто в детство окунулся и переживал, наверное, не меньше, чем сами участники конкурса. И ловился на мысли, это я знаю, это я не знаю. Но всегда была гордость за организаторов конкурса, за наш город. Потому что такие конкурсы воспитывают именно патриотическое настроение наших ребятишек, будущих воинов, защитников Отечества и просто граждан Российской Федерации. Поэтому этот конкурс очень нужен, я думаю, он будет продолжаться еще долгие-долгие годы. Некоторые факты из истории Магнитогорска оказались в диковинку даже записным краеведом. Мы тоже до финала младшей лиги не знали, как работал Магнитогорский цирк в годы Великой Отечественной войны, или когда на магнитострое был зафиксирован первый пожар, или сколько в Магнитогорской спортивных династии. На самом деле, то, что зрители видели на сцене, это лишь вершина интеллектуального айсберга. А все то, что узнали ребята в ходе подготовки, останется с ними на всю жизнь. А заметьте, кстати, тема этой игры «Связь поколения». Вот, наверное, из поколения в поколение передается. А вообще, если серьезно, зарождается традиция, добрая традиция, из года в год заниматься краеведением. Причем не просто штудируя книжки, а вот так вот в игровой форме, с юмором, с песнями, с музыкой. И, может быть, откладывается у детишек больше разумного, доброго, вечного. Они становятся умнее, начитаннее, грамотнее, эрудированнее, благодаря своим, конечно же, педагогам. В правилах проведения игры «Моя магнитка» есть пункт, согласно которому, если команда три года подряд становится победителем, то Кубок городского собрания обретает постоянную прописку в стенах школы победителя, что и произошло на финале младшей лиги юбилейной викторины. Хэт-трик оформила команда школы номер 20. Игорь Гурьянов, Алина Тюрина, Александр Макаров, телекомпания «Телуин».